Теплое летнее солнце уже взошло над мысом Тарханкут, а это значит, что с его первыми лучами пришло также утро нового дня. С его первыми лучами вам пора просыпаться, либо если вы уже спешите на работу, то включайте телевизоры где-нибудь по приезду на рабочее место, пока завариваете чай и кофе. Встречайте это утро с Артемом Андроновским и Александром Корновичем, это утро нового дня. Доброе утро. Тем более, что мы постараемся передать вам, ну просто, всю эту потрясающую атмосферу. Смотрите внимательно. Песок, море, ну в целом пляж, прекрасная погода, потому что середина лета. И, конечно же, мы не можем этим просто не поделиться. Ну а еще много видов экстремальных видов спорта, красивые и отдыхающие в бикини, в купальниках. И самое главное, что вот это вот летнее настроение, это летнее чувство. Конечно, стоит сказать, что место, где мы сейчас находимся, это не просто пляж. Это пляж самого главного экстрим-события лета, фестиваля Экстрим Крым. И уж поверьте, он не спит по ночам вообще. Именно поэтому пляж сейчас, можно сказать, ну, устават. Но в процессе нашего эфира сюда начнут подтягиваться люди, все больше и больше отдыхающих. Ну а мы постараемся сделать так, чтобы даже собираясь на работу, этот, между прочим, пятничный день, вы все равно были в тонусе, все равно были расслабленными, а главное, что счастливыми. Если вы приедете на Экстрим Крым, Черноморский район откроется для вас совершенно по-новому. Очень неожиданно. Также он по-новому открывается и для тех, кто приезжает с определенными целями, например, оздоровиться или испытать на себе, допустим, дельфинотерапию. Конечно, потому что особенные дети требуют особых животных, которые могут использовать, по всей видимости, специальное очарование, а возможно, даже какие-то медицинские свои свойства, чтобы помочь детям с ДЦП. Но, впрочем, в этом вопросе гораздо подробнее разбиралась Алиса Трояна. Каждое утро Белла и Ветерок начинают с приема маленьких пациентов. Дельфинотерапия – это уникальный способ лечения опорно-двигательного аппарата, задержки речи и психологических расстройств. Перед общением с животными тренер изучает особенности ребенка и только после этого отправляет в первое плавание. Благодаря ультразвуку, который издает дельфины, происходит массаж клеток головного мозга на микроуровне, что оказывает положительное действие. Плюс общение с дельфинами учит ребенка самостоятельности. Всего в бассейне шесть дельфинов, каждый со своим характером. Это и определяет, с каким ребенком кто будет заниматься. На детей с повышенной психологической чувствительностью млекопитающие действуют успокаивающе, а тактильный контакт стимулирует процесс восстановления. Мне вообще очень нравится смотреть трогать дельфинчиков, ходить понемножками. Она испытывает такие прям эмоции. На подходе, она уже видит дельфина, она уже все. Плавание с дельфинами действует фактически как гидромассаж, а ультразвуковые вибрации дают эффект релаксации. Вода является проводником ультразвука, и ультразвук слышно только в воде. Поэтому мы детей укладываем вертикально, чтобы ребенок лежал вертикально, а дельфин, вернее, горизонтально поверхности воды, а дельфин становится вертикально под голову. Тем самым, когда голова опущена в толщу воды, то слышно за счет этого ультразвук. У особенных детей, как правило, проблемы с общением. Опыт контакта с дельфинами они переносят на окружающий мир. Раскрываются и раскрепощаются. Детки начали произносить новые слова, стали эмоционально более стабильны. Есть определенные сдвижки в координации движений. Тренировка длится не более получаса. Несмотря на терапевтический эффект, для детей это стресс. Но занятия идут в игровой форме, и в споре эмоциональный фон ребенка улучшается. Дельфинотерапия не медицинская процедура. Это лечение нельзя назвать универсальным. Нужно обследование и рекомендации врача. Алиса Трояна, Игорь Сюткин, Новости 24, Черноморский район. И все же, Саша, вот сижу посреди пляжа. Уже пятничный день, значит, скоро суббота, скоро воскресенье. Ну, выходные, сама знаешь. И думаю, действительно, наработили мы сейчас или уже начали отдыхать. Уже готовимся к выходным. Потому что сидим, смотрим на море, смотрим на людей, которые потихоньку подтягиваются. И, по сути, просто наслаждаемся. Я, на самом деле, уверена, что сегодня вечером на этих пляжах будет гораздо больше людей, как раз таких, которые в пятницу после работы обязательно поедут к морю. Потому что, если они смотрели наши прямые эфиры каждый день с понедельника по пятницу с 9 до 11, в любом случае, это море просто не могло не запасть в душу. Конечно, в это место невозможно не влюбиться. Тем более, если смотришь на него теми же глазами, которыми смотрим мы. Ну, а мы стараемся сделать все, чтобы вы увидели это именно таким. Во-первых, потому что мы сидим вот в очень уютном, удобном месте. Во-вторых, потому что видно абсолютно весь пляж. А самое главное, что отсюда мы можем наблюдать за всеми происходящими событиями. Потому что здесь люди играют и в пляжный волейбол, пляжный футбол, даже пляжный баскетбол, можете поверить. И катаются на досках, заходят в воду. Проще говоря, высоко сидим, далеко глядим, видим все. И поэтому делимся всем самым интересным. Если вы хотите открыть для себя что-нибудь новое, то Экстрим Крым самое место для этого. Но перед тем, как решиться на что-нибудь необычное и получить какие-нибудь острые ощущения, нужно хорошо подготовиться и узнать, что надеть, узнать прогноз погоды и вообще, как себя подготовить. Но вот в чем-то мы вам не можем помочь, а с прогнозом погоды поможем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, конечно, что скажут телезрители, но конкретно здесь погода такая, что без солнцезащитного крема просто не выжить. В любом случае, даже солнцезащитным кремом тоже можно не выжить, потому что сидишь на солнце, когда все равно ты подгораешь, сгораешь, должно быть очень нормировано, определяемое отведенное время. Вот сейчас, допустим, с учетом сегодняшнего солнца, в 9 часов вечера что-то на пляж выходить уже поздновато. Наверное, стоило купаться с 7 до 9, потому что очень такая знойная погода. Да, конечно, эффект, знаете, легкий эффект гриля. Ощущается, когда ты слегка-слегка с хрустящей корочкой. Но тем временем, и точнее, тем не менее, по пляжу ходят такие, знаешь, смуглые-смуглые люди, которые, очевидно, солнца вообще не боятся. Шоколадный загар, этот богатейший, да? И мне кажется, что с таким загаром эти люди могут спокойно себе даже в час дня уже находиться на солнце, не переживать совершенно. Но я, правда, не знаю, в чем секрет, как такой загар получить, вообще не представляю. Ну, ты не представляешь? А вот другой наш коллега, Стефин Филатов, очень даже представляет. Вода в море, как парное молоко, а от жары не спрятаться и в тени. Многие отдыхающие уже могут похвастаться бронзовым загаром. При этом местные жители и приезжие забывают, что чрезмерное пребывание на солнце может навредить здоровью. Получить солнечные ожоги можно не только на пляже. По пути на работу, в общественном транспорте и на прогулке. Летом от ультрафиолетовых лучей скрыться непросто. Именно поэтому в сезон отпусков такие средства пользуются особым спросом. Наносить крем на открытые участки кожи нужно за 20 минут до выхода на улицу. За это время средство успеет впитаться, а значит, обеспечит максимальную защиту. Не хочется преждевременно постареть и покрыться веснушками и пигментными пятнами, поэтому пользуюсь под тон, наношу с утра. Лицо получает наибольшее количество солнечного лучей, оно ничем не закрывается. Для многих солнцезащитный крем уже давно стал обязательным атрибутом пляжного отдыха. Читая инструкцию по применению и состав, одни обращают внимание на высокое содержание витаминов, а другие – на наличие таких вредных веществ, как бензофенон и авобензон. Неудивительно, что и мнения о пользе продукта расходятся. Слышала и читала, что большинство кремов защитных, они в том-то дело, что вредны. Нужно постоянно им пользоваться, потому что полезно для кожи, чтобы не сгореть. Современная косметология предлагает огромный выбор кремов и спреев. Цены на них от 100 рублей до 5000. Если вам нужна только защита от солнечных лучей, можно обойтись недорогим средством, ведь разница в стоимости обусловлена дополнительными ингредиентами в составе. Подскажите, на одном 45 СПФ, а на втором 50? В чем разница? Удивительно, но как оказалось, такие вопросы консультантам в косметических магазинах люди задают редко. Большинство уверены, цифры означают уровень и качество защиты крема и совершают очень распространенную ошибку. Эта цифра означает то количество времени, которое вы находитесь под солнцем безопасно. СПФ 50 будет защищать вас 2-3 часа, то есть через 2-3 часа вам нужно будет обновить слой. И также, конечно, СПФ 25 – это примерно 40-час. Крема могут воздействовать на кожу химическим и физическим путями. Первые поглощают солнечные лучи, что повышает риск повреждений кожи на клеточном уровне. Вторые создают экран, отражающий лучи. Навредить здоровью могут и те, и другие. Это не означает, что от защитных средств лучше вообще отказаться. Пользоваться ими можно и даже нужно. Главное – знать. Крем не стоит наносить слишком часто. Делать это нужно тонким слоем. А находиться на солнце безопаснее до 10 утра и после 16 часов. Стефан Филатов, Андрей Псон. Утро нового дня. Саша, вот как ты любишь, когда к тебе обращаются? По-простому имя, фамилия, возможно, знаю, точнее, просто имели имя, фамилия с отчеством. Я люблю, когда просто Саша. Просто Саша, да? Ну, ты знаешь, я боюсь, что к следующему гостю тебе придется обратиться официально, Александр Александрович. Потому что тебя ждет не просто кто-то, а, между прочим, начальник охраны. Я тогда к нему лучше пройду и ясну. И выясни, не нарушаем ли мы ничего. Как к нему обращаются. Выясни, пожалуйста. Спасибо, Артем. Тем более, что охрана на фестивале действительно важна. Сюда не то, чтобы нельзя пройти просто так. Сюда нельзя принести всякие опасные режущие, колющие предметы, а также свой алкоголь, что не только гарантирует безопасность, но и спокойствие на территории. Ну, а так как фестиваль масштабный, людей сюда приезжает очень много, а следить нужно за порядком, за всеми. Единовременно, как это можно сделать, как все можно успеть, мне расскажет Сан Саныч. Здравствуйте, начальник охраны «Экстрим Крыма». Расскажите, пожалуйста, как удается поддерживать здесь порядок? Ну, по мере возможности, как бы, стараемся. Ну, и периметр переграждаем, и внутри у нас обеспечивается. Плюс есть патрульная служба, которая ходит по гражданке под видом отдыхающих. Да, и такие есть, в основные уточки, как их не было. Да, как бы, вливаются в небольшую компанию, там, и выявляем неадекватных, как бы, бывают посетителей, потому что, как бы, сами понимаете, на «Экстрим Крым» приезжает со всего мира, даже люди, которые... Вот, и, ну, по мере возможности, как можем, так и стараемся. Хорошо. Я вот тоже общалась в некоторых компаниях, и они говорят, ну, вот пройдем на «Экстрим Крым», как вы это сделаете? Ну, пойдем просто по морю переплывем. Реально это? Нет. Почему? Ну, вы, как бы, если сами заметили, у нас весь периметр по мере возможности огражден, плюс по определенным точкам, по стам стоит охрана. В данный момент, видите, со стороны моря у нас, с правой стороны одна вышка, с левой – с другой. На них находится также охрана, и плюс центр патруля идет, обеспечивается. Если человек проходит без определенных... Без вот таких вот, да, бэджиков, допустим. Да, сообщается по рации, патруль встречает, провожает либо на регистрацию, либо на покидание дальше территории, куда он... Ой, скажите, пожалуйста, а, допустим, много в дебоширов в этом году попадается? Или все-таки не очень? Ну, пока еще нет, пока очень мало. Вот. Вроде, пока еще адекватные все люди, все спортсмены вроде, более-менее кто-то спортом, танцем. Пока таких еще не было замечено. Хорошо. Что грозит человеку, который будет нарушать порядок и пытаться граммить, что-то вандалить, хулиганить? Ну, так как у нас мало ограничений у охраны своих способов, у нас в вечернее время приезжает полиция. В принципе, мы периодически передаем полиции в руки, оформляют, и они уже... То есть вечером здесь еще и полиция может быть среди? Полиция, да, у нас в определенные дни ОМОН Евпаторский приезжает. У нас насчет безопасности людей, они должны себя чувствовать комфортно. Они приехали отдыхать, и у нас даже, ну, как бы, многие оставляют телефоны, кладут, сами понимаете, там танцуют и так далее. Вот. Ну, за мои два с половиной года здесь работы, ну, я бы не сказал, что сильные кражи. Даже некоторые находили, возвращали, оставляли. Все приходит, большинство возвращаем на место по мере возможностей. Вот тоже интересный момент. Получается, с учетом того, что... Ну, о какой объем, вы говорите, сколько человек всегда на площадке находится? В данный момент находится 10-12 человек, круглосуточно. И потом они сменяются просто, да? Да, да. Ну, это достаточно до такой площадки, правильно? Одна за ними заступает смена, практически там 6-8 часов заступает, другая приходит. Ну, я вижу, что на Экстрим Крыме очень много детей. И как раз-таки, ну, одна из задач – это обезопасить их. Ну, обезопасить нередко не только от кого-то, но и от себя. Может быть, где-то там, когда в море без присмотра родители убегут, еще что-то. Реагируют же, да, сотрудники охраны? Да, у нас сотрудники охраны, они смотрят. Плюс, я вам говорю, у нас, опять же, полиция и работает МЧС. У нас это все вместе совместно. Если кто-то где-то что-то, ну, соответственно, бросаемся мы и плюс спасательные службы у нас. Детей стараемся в пределе возможности, ну, как бы не пропускать, потому что, ну, сами понимаете, должны быть со взрослыми. Ну, если теряются, объявляем по микрофонам, находятся родители. А так у нас, в принципе, и все. Самые яркие концерты, они проходят по выходным. Да. И вот здесь тогда людей были, мы как раз работали, когда уже была операционская станция, людей было много, полиции было тоже очень много. Вот скажите, пожалуйста, в выходные дни увеличиваете объем, ну, количество охранников, либо призываете больше полицейских? Да, у меня в выходные дни в два раза больше охраны. Плюс в два раза больше патруля. В гражданской форме одежды. Тоже, то есть сидит компания, общаются, выпивают ребята, допустим, или наоборот отжимаются на парниках. К ним подходят и говорят, как у вас дела? Или как это происходит? Ну, нет, ну, вы сами понимаете, это уже по мере хода событий, куда внедряются, либо дальше проходят, смотрят, чтобы порядок был более-менее сохранен. Ну, чтобы не кричали, наверное, да? Да, да. Ну, у нас в такие дни пытаются просто люди перелезть через забор, потому что, ну, как бы хотят все попасть. Вот. Обычно стараемся держать периметр, чтобы не проникли нарушители. Ну, а внутри, в этот раз, как вы говорите, на пиратской станции, ну, тву-тву-тву, мы обошлись без жертв, без ничего. Люди приехали отдыхать, адекватно отдохнули, все утром уехали. Я видела, что несколько патрулей, они все-таки оформляли компанию. То есть за какие нарушения, чего нельзя делать на экстрим-крыме? Ну, у нас большинство, какие нарушения? Драки, и перелез через забор, соответственно, поймали, отвели на центральную, либо передали полиции, либо просто вывели, сказали, извините, сходите на кассу, оплатите и отдыхайте. Вот и все. Ну, бывает, что перекидывают алкоголь, так как алкоголь у нас на территории запрещен. Вот. Стараются больше всего лишь перекинуть через забор алкоголь. Через забор серьезно кидает бутылки? Да, да, да. Кидает бутылки, кидает пакеты. Вот. Как бы такие нарушения мелкие. Что делаете потом с этим алкоголем? Ну, как, мы выносим на ресепшн, а потом с ресепшна забирают его. А, они, то есть его могут забрать, да? Да, мы у меня, как бы, это возвращается, мы отбираем, ну, не отбираем, просим оставить. Люди оставляют, отдохнули, вышли, забрали свой пакет, свой алкоголь и так далее. Спокойно гуляйте. Пейте где-нибудь в другом месте, а здесь просто отдыхайте. Здесь он, как бы, спортивное и фестивальное мероприятие. Ни бары, ничего такого сильного нет. Ну, то есть, если есть, то что-то легкое, да? Да, да, здесь, да. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Александр Александрович, начальник охранного фестиваля Экстрим Крым. Очень много видеороликов о том, как работает фестиваль, уже есть в интернете. Их выкладывают как приезжие, как туристы, так и сами спортсмены и даже сотрудники нашей телерадиокомпании. Там же вы можете уже увидеть в социальных сетях Первого Крымского, Крыма-24, самые яркие, самые запоминающиеся события этого фестиваля. Но в интернете, помимо этого, много еще чего другого. И вот об этом другом мы вам сейчас и расскажем. Фантастическое соединение человеческого мозга и компьютера теперь стало реальным. Киберимпланты или так называемые нити сканируют нейронную активность и передают ее на специальное устройство, расположенное за ухом. Затем информация транслируется на компьютер. В скором будущем такое приспособление позволит парализованным людям силой мысли набирать текстовые сообщения, ожидается, что открытие значительно облегчит их коммуникацию с миром. Дороги – известная проблема постсоветских стран. И кто бы мог подумать, что помощь придет со стороны восточной кухни. Казахский супергерой с помощью лапши быстрого приготовления починил дорожную выбоину. Идея, конечно, оригинальная, но насколько долговечна такая пломба, покажет время. В таможенке Краснодарского края задержали контрабандиста. Он собрался вывезти двух леопардов и бенгальского тигра в Узбекистан. Истощенные звери были напичканы транквилизаторами для беспрепятственной транспортировки. В данный момент животные находятся под присмотром ветеринаров местного зоопарка. И их здоровью ничего не угрожает. Рано утром очевидцы заметили альпиниста, который решил без страховки взобраться на самое высокое лондонское здание. Своё восхождение он начал еще глубокой ночью. К пяти утра преодолел две трети дистанции. Приехавшие по вызову полицейские не стали мешать подъему экстремала на высотку. Они просто дождались его на крыше. В сеть попало оперативное видео волгоградских полицейских. Сотрудники правопорядка уличили работников аэропорта в систематических кражах. Недобросовестные грузчики похищали с багажа путешественников ювелирные украшения, деньги, дорогостоящую технику. Теперь злоумышленникам предстоит ответить за содеянное по всей строгости закона. Выброшенные пластиковые бутылки рыболовной сети снова вернутся в море. Правда, теперь украшает тела красавиц. Новый материал для купальников полностью изготовлен из пластиковых отходов. Такой способ применения синтетического волокна придумала жительница Хима Кольга Колкова. Уникальную ткань эко-нил изготавливают в Словении из отходов, выловленных в южных морях эко-дайверами. Что ж, возможно, черноморский мусор однажды станет частью высокой моды. Конечно, это особенное удовольствие наслаждаться безопасным, красивым, жарким местом в это летнее время. Потому что я уверена, что отпуск в июле есть, к сожалению, далеко не у всех. Поэтому просто призываю хотя бы распланировать выходные, потому что если они есть, их нужно проводить именно на морском побережье. Конечно, тем более в таких условиях, сама видишь, Саш, я тут сел проверить новости и просто замечтался. Знаешь почему? Сидишь, потому что удобно, хорошо, морской бриз. И особенно, когда тебе комфортно где-то разместиться, можно просто уйти в себя на долгие часы. Лучше всего это делать на вот этих вот креслах, которые предоставил салон мебели Favilla. Спасибо, потому что смотреть на такой горизонт, смотреть на такие виды любовациями вдвойне приятнее, когда ты сидишь устойчиво, уверенно и с комфортом. Однозначно, тем более, когда знаешь, полезная информация сама поступает тебе в руки. Ну вот, например, с такой функцией справляются наши мобильные корреспонденты. Ну, сама подумай. Мы связываемся с ними, они рассказывают что-то интересное, что-то полезное, а мы здесь сидим себе в удобных креслах и такие, ой, да, спасибо, спасибо за полезную информацию. Да, жизнь кипит не только на Экстрим Крыме, а работа кипит не только у наших корреспондентов. И сейчас Алия Салямова расскажет о главных новостях Симферополя. Доброе утро, друзья! Передаю вам солнечные приветы Симферополя. И, конечно же, в первую очередь хотела бы рассказать о пободе. Дело в том, что у нас в Крыму тоже будет очень тепло. Я имела в виду, в столице Симферополь будет тоже сегодня тепло. Ожидается до 30 градусов, это температурный максимум. Также будет безоблачно, и поэтому осадков не прибвидится. Об этом говорит Крымский гидрометцентр. И такая же погода ожидается в ближайшие два дня, то есть на выходные будет очень-очень тепло. Но что касается Ялты, там будет немного теплее на 2 градуса и ожидается до плюс 32. И в Севастополе такая же примерно картина. А вот что касается Черного моря, там вода прогрелась до 22 градусов с отметкой плюс. И самая теплая вода это в Азовском море плюс 24. Но вот вы знаете, что бы я хотела отметить? Что от температуры страдают не только люди, не только животные и не только леса, а также машины. Об этом мне рассказали пожарные, что личный транспорт летом возгорается. И количество таких ситуаций увеличивается. Ну и хотелось бы сказать, что конечно же в такой ситуации может оказаться абсолютно каждый. Здесь надо обладать не только спокойствием, хладнокровием, но и огнетушителем. Вы знаете, как выяснилось, крымчане, некоторые имеют его в своей машине, но совершенно не понимают, зачем он предназначается. Об этом я сделала свой сюжет. Он выйдет чуть позже, но хотела бы призвать абсолютно всех, знаете и конечно же беспокойтесь о своей безопасности. Огнетушители очень важно, как и аптечка. Все это должно обязательно находиться в салоне вашего автомобиля. Ну на этом, друзья, я с вами временно прощаюсь. Отправляясь на следующую точку, буду искать еще интересные для вас темы, а пока шлю вам солнечный симферопольский привет. Штатное место для огнетушителя даже в современной машине большая редкость. Штатное место для огнетушителя даже в современной машине большая редкость. Поэтому водители вынуждены пристраивать его сами. Держать под сиденьем или незакрепленной полкой себе дороже. Под водительским сиденьем ничего не должно лежать. При резком маневре огнетушитель может попасть под педали и тогда авария гарантирована. Пока что ни в одном законе конкретное место для этого устройства не прописано. А поэтому возникает проблема, куда же его пристроить. Может, крымские водители знают? Заглянем в их машины. Где вы храните огнетушитель? Пожалуйста. А что, что случилось? Я свидетель. Ничего, просто интересно узнать. А вот если бы что-то произошло, это сколько бы вы времени потратили, чтобы его достать? А сколько? Легким движением руки капот открывается и достается. У меня есть сандалии, на всякий случай манная каша, у меня есть масло, у меня есть и такая штука. Есть! А, да? Ну, теперь вы знаете, что есть. А у кого-то огнетушитель отсутствует вовсе. Причин много, но последствия предсказуемо одинаковые. В случае беды, что вы будете делать? Чем тушить? Тряпками? Будем махать, кричать и просить, чтобы кто-то остановился с огнетушителем. Огнетушителем. Некоторым было непросто отыскать жизненно важный предмет в груди вещей. Ну, он там. Просто он в самом конце. Зачем тогда вообще нужен огнетушитель? Но мало его иметь. За устройством надо еще и следить. Не забывать менять. Каждые 10 лет до периодически на стрелку манометра поглядывать. Зеленый сектор о том говорит, что огнетушитель заправлен, находится в рабочем состоянии, в рабочее давление. Красный цвет сигнализирует, баллон неисправен. Его давления для тушения пожара не хватит. Желтый говорит о неправильном хранении. Теперь разберемся, чем же отличается порошковый огнетушитель от углекислотного. Последний применяют, если воспламенилась электроника, а порошковый – при загоревшемся топливе. Проверим их действия. Огнетушители со своим делом справились. А вы, в случае пожара, смотрите и запоминайте порядок действий. Открываем слегка капот и начинаем обрабатывать через щель моторное пространство. Обсмотрели, заглянули. Огонь спал. Начинаем обрабатывать машину полностью во все места, где только можно. На спасение машины у вас есть меньше 10 минут. Поэтому здесь важно не паниковать и точно знать, где находится ценное устройство. Надежно закрепите огнетушитель под передними сиденьями или положите в багажник сбоку, в специальную сумку. И помните, речь идет о вашей жизни. Салия Салямова, Алексей Староженко, Алексей Семенов. Утро нового дня. Тем временем, новости с Крымского моста. Знаешь, что на нем происходит? Машины ездят, наверное. Совершенно. Это все новости. Идем к следующей. Нет, конечно. Не только это. Дело в том, что там была завершена укладка рельсовых путей. На железнодорожной части, да? Да. И дело в том, что было две команды рабочих. Одна же со стороны Тамани, другая со стороны Керчи. И в итоге все это завершено. Суммарно на двухпутной железной дороге было уложено почти 5000 тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпау. Представляешь? Я когда вообще понимаю, насколько это грандиозное сооружение, к моему невероятному стыду, я крымчанка, я еще не доехала до Крымского моста. Ну, то есть так, чтобы по нему проехать, оказаться вот в Краснодарском крае, одно дело, видите, вот со стороны, безусловно, я любовалась, смотрела на это величественное, белоарочное создание человека. Но, мне кажется, совершенно другое удовольствие взять и проехаться по этой дороге, по этой трассе. Я уверена, что таких крымчан еще, как я, не очень много, потому что, когда он открылся, прям поток машин хлынул, мне кажется, на Крымском мосту побывали все. Я же этот момент откладывала до своего отпуска. Ну, мне кажется, как по закону подлости, если ты что-то запланировал, не знаю, как у тебя, Артем, но у меня, если что-то запланировала, все пойдет по-другому. Ну, однозначно, я тебе скажу, что я это испытываю на себе фактически ежедневно, но вот я еще о чем подумал, что я-то и на поезде давненько не катался никуда. Новость про железные пути, и я вот вспомнил, знаешь, всю эту романчику, когда ты сидишь в купе, надеюсь, пьешь хороший кофе и думаешь о том, что, ну, совсем скоро, видимо, море, пляж, отдых, а ты сейчас где-то далеко, среди лесов, полеемчишься по путям. Но, с другой стороны, чего нам об этом мечтать-то, ведь мы уже на море, на пляже и, собственно, получили все, о чем можно думать. Да, крымчане это те счастливчики, которым не нужно мечтать о море, о пляже, в том плане, что им не нужно мечтать об этом долговременно, что планировать, что вот в следующем году мы обязательно съездим на какой-нибудь курорт. Вы уже живете на курорте, мы уже живем на курорте, и это самое главное, наверное, наше богатство, потому что крымчане очень богатые люди. Верно, именно поэтому наша отвертственность перед нами самими еще выше. Я говорю, конечно, о безопасности. Крымчанину стыдно не знать, как правильно вести себя и чувствовать в воде, но мы на всякий случай напомним, что вы не должны купаться или, если даже решили купаться, рассчитывать на помощь на пляжах, которые не имеют буйков и спасательной вышки. Эти пляжи, скорее всего, имеют непроверенное дно, именно поэтому они называются дикими. Не потому, что там можно ставить палатку и разводить костер, а только потому, что дно там, возможно, небезопасное. Также нырять и прыгать со скал не рекомендуется, если это место специально не отведено для спортивного ныряния или прыжков, и тем более, если рядом нет спасателей. Кто знает, каким будет ваше приземление. Ну и, конечно же, купаться в жару тоже не рекомендовано, потому что вы в воде, вам хорошо прохладно, но голова над водой. В любой момент можно схватить солнечный удар. Да, и дело в том, что не всегда могут оказаться люди, которые в этот момент могут быть рядом, могут быть помочь, особенно если это необустроенный пляж. Если, конечно, спасатели рядом, они, соответствующие подготовке людей, они окажут ту необходимую помощь в той или иной ситуации. Если же, опять же-таки, то, о чем говорил Артем, вы выбрали для отдыха пляж, который мы называем в народе диким, да, грубо говоря, то тогда вот помощи ждать обычно нет. Ты знаешь, тем более, я хочу поделиться своей историей. Я буквально вчера открывал для себя водную безопасность заново, потому что чего я только не пробовал на воде, об этом сейчас подробнее расскажу. Я пошел на пляж позаниматься сапсерфингом, как мы уже рассказывали, это что-то похожее на греблю на плоту. Но оказалось, что море, как мы вчера говорили во время эфира, не совсем подходящее. И тогда добрые люди предложили мне попробовать виндсерфинг. Вот чем все это закончилось, мы обсудим с моим следующим гостем. Знаешь, почему? Почему? Потому что именно этот человек, ну, фактически мой герой, помогал мне и учил меня справляться с ветром. А ты справился с ним или нет? Ну, просто... Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что однозначно справился. Надолго ли? Нет, совсем ненадолго. Но пару моментов, когда я поймал ветер в паруса, когда мои руки налились кровью, знаешь, потому что нужно держать парус. Это, конечно, было. Это целое отдельное отделение романтики, знаешь. Особенное, специальное. Но, Саш, я сейчас подробненько все лишний раз вспомню и лишний раз узнаю с моим гостем, а потом вернусь, тебе расскажу. А может быть, даже покажу после эфира. Давай, не скучай. Ну, пока Артем занимается воспоминаниями этих ощущений после виндсерфинга. Я вчера общалась как раз-таки с олимпийским чемпионом по этому виду спорта. И поражало то, насколько он парил над волнами, потому что мы в следующих сюжетах покажем вам, как это было. Обязательно покажем, потому что этот человек буквально с воды вознесся в небо. А наверху меня ждет человек, перед которым я не один раз валился в воду. И знаете, не просто так, потому что он преподал мне очень важный урок. Не стоит бояться, более того, стоит быть настойчивым в своем деле. И тогда все получится. Ну, или тогда тебе помогут понять, что все получилось, потому что будут стоять сзади и помогать. Возле меня инструктор парссерфингу Вячеслав. Доброе утро. Доброе утро, Артем. Традиционный вопрос для нашей рубрики пока что не о спорте. Как проходят ночи, как утро начинается на Экстрим Крым для тебя? Ну, ночи, конечно же, проходят во сне, потому что нужно аккумулировать силы. А утро началось в 8 утра. Я сегодня уже учил своего ученицу, которой всего 6 лет. Пока не сильный ветер, пока маленькие ручки могут окрепнуть. Она держала парус и делала повороты, ходила по воде. То есть утро сапсерфера или... Ой, почему сапсерфера? Это, в принципе, сапсерфера. Ну, да, назовем это сапсерфер. Начинается уже с тренировок, потому что это настоящий вид спорта. По всей вере, если нужно регулярно повторять все эти элементы... Даже, скажем так, лучше прям пораньше встать и пораньше лечь спать. Ну и как справляется ученица? Я полагаю, что получше ваш покорный слуга, но все же интересно. Ну, просто вчера у нас было что-то похожее на рок-н-ролл, а сегодня спокойненько, ветер только разогревается. Так что так получилось, что вчера вы после вашей работы попали в ветер и волну в самый-самый, да, в самый такой, что мог этот день предоставить нам. А сейчас, ну, как вы видите, спокойненько все только начинается. То есть, в принципе, можно сказать, что виндсерфинг может пробовать каждый, просто нужны условия подходящие? Да, подходящие условия, подходящая техника, ну и, конечно же, люди, которые будут за вами следить, инструктора. То есть, однозначно нужен профессионал рядом самому покупать доску, идти пробовать куда-то не очень безопасно, да? Ну, это и небезопасно, и, скорее всего, не получится, потому что лучше посоветоваться с грамотными людьми и сделать все правильно изначально. И не делать ошибок, которые потом будет сложнее исправить. Конечно, не фиксировать ошибочные элементы, всякие положения, да? Да, все верно. Хочу сказать от себя, что вчера был очень удивлен, никогда не думал, что этот вид спорта настолько скоростной, настолько зрелищный и настолько вот имеет такую большую палитру возможностей. Начнем с того, что просто опишем телезрителю, как это все работает. Насколько я понимаю, виндсерф может идти очень быстро. Очень быстро. Мы вчера шли на тандеме, доска рассчитанная на два паруса. Она обладает, конечно, большим размером, водоизмещением, массой ее нужно разогнать. Но разогнав ее, ну, вчера почувствовали, как она сохраняет инерцию. Лично ваше? Ой, ну, вы понимаете, замерить скорость на море сложно. По ветру, да? По ветру. 150, 170. Ну, да-да-да. Приблизительно. Это есть специальные техники, замеряют по GPS-навигаторам. Ну, я ни разу не участвовал в подобном эксперименте. А узлы эффективно, как на яхте? Ну, это, в принципе, просто меры измерения. А, ну, и как проверить одновременно держа парус, да? Да-да. Считать узлы? Да. То есть, с помощью, там, современных технологий, специальных устройств, можно померить скорость. Ну, это... Есть тогда же определенные такие дисциплины. Кто быстрее разгонится, это можно выложить в интернет и посмотреть, кто там... Ну, допустим, в Каражинской... Ставятся, скажем так, да? Да-да-да. Люди соревнуются и, можно сказать, соревноваться в онлайн-режиме, там, и прочее-прочее. Вот. А так, на самом деле, я думаю, что наша скорость была вчера порядка, там, 40 км в час. Ну, мне так кажется. Но все равно для пешехода, когда ты просто стоишь на плоской поверхности, ты не чувствуешь ревого мотора, это уже очень быстро. Вода вообще... Вода... Ну, в воде все происходит настолько относительно. Время, пространство, все чувствуется по-другому. И кажется, что, если, допустим, вот она, ближайшая точка, и до нее подать рукой, а на самом деле до нее нужно пройти некий путь. Ну, и, собственно, так же и с фидсерфингом. Конечно. Но вот, говоря про плоскости, чем вообще можно заниматься на фидсерфинге? Как я понимаю, не просто плавать вперед-назад. Да, конечно. Очень много разных дисциплин. Начинается все с фрирайда, потом человек определяется, чем он будет дальше заниматься. Ну, мы стараемся больше упирать на фристайл. Это такая одна из самых сложных дисциплин. Вот. Сама вот эта Караджинская бухта, ну, в момент западного ветра и штормов предоставляют возможность даже покататься на волнах. Ну, такой вей-вей-вей-вей дисциплина. Ну, вей-вей-вей. То есть гребень волны и идти по нему до берега, да? Да, да, да. Ну, там нужно, во-первых, сначала подняться против ветра, выбрать себе эту волнишку. Все это происходит в процессе и в динамике, и есть такая возможность и на Черном море. Да. Ну, это звучит удивительно, но вполне реалистично, судя по тому, какие ощущения были. Мы сами вчера видели. Насколько я знаю, на винсерфе можно даже прыгать, и причем достаточно высоко. Ну, насколько я слышал, рекорд прыжка на винсерфинге под 30 метров, там, 28 или что-то такое. Да, то есть это сложно поверить, но это, можно сказать, перепрыгнуть там девятиэтажку. То есть получается, что парус становится выполнять функцию крыльев. Да, да. И на какой-то момент ты просто паришь, а потом приземляешься. Разогнаться, выбрать трамплин, волну, и взлететь, и дальше спарить. Для этого, наверное, нужны очень сильные руки, в общем, выносливое тело. Да, это, конечно, уровень очень, ну, титанов. Титанов, такие люди тоже есть, и даже иногда приезжают к нам в гости сюда. Показывают свои руки. Да. Как я понимаю, вообще винсерфинг, да и в целом водные виды спорта требуют отдельных занятий по физической подготовке? А я могу сказать так, что, в принципе, занимаясь самим винсерфингом, сам не замечаясь того, как твое тело перестраивается, крепнет, подстраивается под этот вид спорта, он точно так же освобождает мысли, голову, приводит все в порядок. Серфинг очень, я бы так сказал, бесконечный вид спорта. Главное начать. Звучит, на самом деле, очень даже романтично. И романтика тоже. Прыгать в воду и поплавать. Но многих гостей на фестивале, которых мы встречали, интересует вопрос, стоит ли начинать с чего-то попроще, например, сап и подобное, и потом постепенно перекочевывать на винт. Ну, а почему бы и нет? Одно вполне дополняет, другое заменяет. Ветер не всегда дует. Когда нет ветра, вполне можно тренироваться на сапе. Учиться балансу, например, чувствовать доску под ногами и подобное. Конечно, конечно. Каждый час, проведенный на воде, идет в копилку личного опыта. И сами не заметите, покатавшись на сапе, когда в следующий раз вы встанете на доску, как вам будет на ней проще стоять. И производить манипуляции с парусом, достигать желаемого результата. И каждый раз, выходя на воду, мы научимся чему-нибудь новому. Вот раз заговорили о парусе, стало интересно. Я, конечно, уже ответ знаю, но очень хочу рассказать вам. Человек, который ходит под парусом на винтсерфе, потом, я думаю, может справиться даже с яхтой, да? Потому что это все парусный спорт. Да, да. Ну, конечно. И даже, скажем так, проще будет потом справляться с яхтой, потому что здесь ты все чувствуешь через свое тело напрямую. Ну, насколько я понимаю, в яхте ты как-то там все-таки сидишь в яхте посложнее. Да, посложнее. Конечно, на яхты тоже можно по-разному использовать, и на них тоже можно разгоняться, и также рок-н-роллить, как мы вчера на тандеме. Ну, я думаю, что винтсерферу будет проще на яхте, а вот яхтсмену, возможно, на винтсерфе будет тяжеловато, потому что... Всему можно научиться, просто вопрос времени. Ну, у тебя вообще есть балансы, помимо понимания того, как работает ветер, как работает парус. И финальный вопрос перед тем, как будем двигаться дальше. Правда ли, что винтсерфер может почувствовать направление приблизительно скорость ветра, просто даже не глядя на ориентиры, просто интуитивно? Да, спиной. Как эти навыки нарабатывать? Это просто звучит фантастически совершенно. Я даже не могу сказать, наработаны ли эти навыки, или это просто желание кататься и определение своих возможностей, опыта. Все действительно приходится. А возможности неограничены. Да, возможности неограничены, а все приходится опытом, все просто. Вот на такой прекрасной ноте о неограниченных возможностях мы и заканчиваем наше общение. Я напоминаю, что у меня был Вячеслав, инструктор по серфингу, и я скажу, что он очень заботливый и терпеливый учитель, потому что пару раз спас меня из воды. Большое спасибо, Вячеслав. Ну, а я тем временем хочу показать вам подборку самых актуальных видео и социальных сетей по всему полуострову. Вдруг там и меня падающим показывают, не знаю. Пока я иду к Саше, смотрим. Природа Крыма не перестает удивлять. После затяжных дождей в новом свете образовался водопад. Проблемы, вызванные стекающей со склоном водой, активно обсуждают местные жители. Скептически настроены не все. Есть и те, кто считают поток еще одним чудом природы полуострова. Тропинка, ведущая к автобусной остановке, превратилась в полосу препятствий для ялтинцев. Вдоль импровизированной дорожки лежат горы мусора. Вдобавок, недобросовестные граждане украли все окружающие фонари. Жалуются местные жители. Из-за чего начался дорожный конфликт, неизвестно. Водитель фуры до последнего держал себя в руках и не подавался на провокации. В конце концов, нервы не выдержали. Водитель троллейбуса не хотел вести мужчину с собакой без поводка и намордника. Отказа рассердил пассажира. Спор затянулся. Неизвестно, сколько бы еще транспорт стоял на месте, если бы не вмешательство третьего персонажа. Он все-таки смог убедить скандалиста покинуть салон. В скором времени набережная Алушта преобразится. Проект ремонта главного променада уже опубликован на сайте городской администрации. Реконструкция разработана с учетом исторического прошлого города. Главной достопримечательностью курорта станет золотой грифон, глядящий на море с высокой колонны. Делать добро несложно. Для того, чтобы стать настоящим героем, порой и вовсе нужно всего лишь не пройти мимо. Из-за оживленного автомобильного движения бабушка долго не решалась перейти дорогу. Заметивший это парень пришел на помощь. Пользователи соцсети дружно одобрили поступок. Саша, давай расскажи мне, пожалуйста, самые удивительные вещи, которые ты видела на полуострове. Ты знаешь, большая часть из них это все-таки даже видела не на полуострове теперь, а на фестивале. Даже не на фестивале. Даже в Черноморском районе. Во-первых, я увидела Тарханкут. Тарханкут. Нельзя не сказать, что это место просто невероятное по своей красоте. Да, очень красивый фиолет. Я до этого, это было мое любимое место. Это была моя личная мека, гора Айпетри. Так, три. Но гора Айпетри как? Не в классическом понимании. Там нужно знать места, куда ты можешь приехать с ночевкой. Хотя нельзя с ночевкой. Значит, надо просто знать места. Значит, нужно просто знать. Ну вот у меня вопрос, смотри, Саш. Давай я перечисляю, ты говоришь, видела не видела, потому что все-таки мест в Крыму много. Так, молочные реки видела? Нет. А кисельные берега видела? Это вообще Крым? Ну, видела нет. Или сказка какая-то сказка? Ой, ты это выдумываешь. Не видела, да? Хорошо, а сырные скалы ты когда-нибудь видела? И сырных скал я не видела. Но мне кажется, это точно сказка. Вот, а это как раз-таки совсем не сказка. Ну или наш корреспондент Таня Балыкина побывала в сказке. Давайте посмотрим и узнаем. На южном берегу Крыма, недалеко от Алушты, расположился курортный поселок Малореченское. Тихое и уютное место, привлекающее туристов своей уединенностью. Знают о нем немногие, поэтому на пляже людей мало. Зато чисто. Не зря этот берег напрямую связан с самым трепетным чувством. Когда-то гавань, на которую выходит этот природный памятник, называлась Бухтой Любви. Но со временем она получила новое. Имя голубое, а романтическое название досталось в другой акватории. Вид отсюда открывается потрясающе. С одной стороны красуется Медведь-гора, а с другой – храм-маяк святителя Николая Чудотворца. Храм, построенный в 2009 году на высоком обрыве над морем – одна из главных достопримечательностей Алушты. В шаговой доступности от него находится уникальный скальный комплекс, охраняемый государством. Официальное название этих скал – пузлух, что в переводе с тюркского языка, значит «солонка». Если смотреть на них на расстоянии, то можно вообразить, что они действительно похожи на этот предмет серверовки. В 70-х это место стало съемочной площадкой для знаменитого советского фильма «Остров сокровищ». Из-за необычной пористой поверхности у местных эти образования получили название сырны. Везде они действительно похожи на головку хорошего сыра. Кстати, чтобы передвигаться, по ним не нужно иметь какие-то особые обвинительские навыки, важно только крепко ухватываться за дыры в скале. Вода в бухте голубая и кристально чистая. А из-за того, что здесь достаточно глубоко, место облюбовали любители экстремального отдыха. Приобщились к нему даже дети. Они здесь бесстрашно прыгают в море с неприступных склонов. С каждым годом все больше фотографий на фоне сырной скалы разлетаются по социальным сетям. Некоторые туристы даже вносят подобный снимок в список обязательных дел во время путешествия на полуостров. Наша съемочная группа здесь побывала впервые и, впечатлившись видами, не смогла устоять. Уехать отсюда без фотокарточки на память невозможно. Татьяна Балыкина, Алим Велиев. Утро нового дня. Так, ну что, Саша, убедилась сама лично, что никакой они фантазеры, все это реально? Убедилась, но теперь я понимаю, насколько было глупо поверить в какие-то кисельные реки, кисельные реки, молочные реки, берега. Ты знаешь, я хочу сказать, что до сих пор многие люди верят в молочные реки и кисельные берега, но история не в этом. Я думаю, что этот сюжет показывает нам очень важную деталь. В Крыму столько всего, что просто нереально побывать везде, знаешь, за какой-то короткий период жизни. Нужно потратить целую, просто, я не знаю, декаду лет, регулярно-регулярно посещая разные места, изучая Крым. Но ведь это и большой дар, большой подарок, иметь настолько разнообразную территорию, понимаешь, настолько разнообразных Крымов. Понимаю, и благо, что корреспонденты программы «Утро нового дня» каждый день вам показывают красивейшие, самые разные уголки этого полуострова, как действительно, говорит Артем, вы можете видеть и сырные скалы, вы можете видеть и инкерман, и качи, и при том, что вот те вещи, которые изначально без подготовки простому обывателю не поддаются. И у нас для вас еще будет один сюжет тоже такого плана, но это будет несколько позже. Конечно. Потому что сейчас нас уже ждет Салия Салямова. Из города. Да, она находится в центре Крымской столицы и готова уже с нами пообщаться. Салия, доброе утро. Доброе утро, друзья. Пока вы находитесь на берегу Черного моря, мы находимся на набережной реки Салгир, где, как вы знаете, ведется во всю реконструкцию. Она началась месяц назад. И вот я вам сейчас хочу показать, что то чугунное ограждение, которое здесь было, его уже убрали, но не навсегда его приведут в порядок, покрасят, после чего вернут на законное место. Также гранитные плиты под ограждением очистили от ила, как и саму реку, вы видите, она абсолютно чистая. Ну а тротуарную плитку обещали заменить, она действительно здесь в очень плохом состоянии. Вы, наверное, видите, что мост позади меня тоже находится пока что без ограждения. Также здесь обещали высадить новые деревья. Буду заниматься озеленением, но это чуть позже. Сначала надо привести саму реку в порядок. Конечно же, появится освещение в некоторых участках набережной. Его очень не хватало порою, признаемся честно. Ну и проведут коммуникации для видеонаблюдения. Ну а вообще, почему я здесь оказалась? Дело в том, что сегодня с инспекции сюда приходила глава администрации Симферополя Наталья Федоровна Маленко. Мы ее, к сожалению, не застали. Она пришла чуть раньше нас, в 8 часов утра. Понравилось ли ей, как идут работы, мы не знаем. Поэтому мы решили приехать со своей инспекцией и сами все увидеть своими глазами. На данное время видим, может быть, вы не видите, но 4 рабочих пока что взяли такую паузу, отдыхают. Но когда мы приехали, они здесь работали. Поэтому можем сказать, что набережная преображается на наших глазах. Но я напомню, что к концу августа планировали завершить работы. Ну, может быть, это немножко затронет и сентябрь, или октябрь. Но, в общем, до середины осени мы точно увидим абсолютно новую картину. Вот такая вот информация для вас, друзья. На этом пока все. Я надеюсь, что информация была для вас полезной. Я отправляюсь на следующую точку. У меня для вас еще много интересных новостей. А вам, коллеги, передаю слово. А у меня тем временем хорошие новости для всех любителей шпионских фильмов из серии Бондианы. А ну-ка. Да, сейчас расскажу. Ну вот, Саш, часто у тебя бывает такое, что вот очень хочется купить скрытую камеру наблюдения или шпионскую ручку с дикстафоном. Я, если честно, такой человек, что я бы вообще от всего этого, как могла бы, себя отгородила. Потому что не люблю. Мне все время и так кажется, что камеры установлены, веб-камеры на ноутбуках. Да, да, их заклеивают многие. И всякое такое. Нет, не люблю я это дело. Это мой бич и бичи 21 века, что сейчас нас можно увидеть везде, отовсюду. Буквально камеры на улице, на дорогах установлены. С одной стороны, это хорошо, это повышает безопасность, снижает преступность. А с другой стороны... Все верно, Саша. Вся полемика верна максимально. Но дело в том, что другие люди, некоторые, напротив, хотят приобрести что-то такое. Но вот раньше они не могли, потому что это было противозаконно. Потому что закон о средствах шпионского наблюдения и прочее... Даже не могли купить... Даже шпионскую ручку было противозаконно. Ты не имел права покупать никакие скрытые средства записи информации. Все они должны были быть явными. То есть диктофон ты можешь купить, а, например, коробочку из-под жвачки с диктофоном внутри не можешь. Ну а теперь этот закон упрощен. И теперь все любители заниматься какими-нибудь техническими разведпопытками могут сделать это. Но должны об этом официально заявить. И это должно быть открытое мероприятие. Как пример, это очень удобно использовать для отслеживания стада коров, которые где-то пасется. Стада табуна лошадей. Да, кстати, с такой стороны не подумала. Ты устанавливаешь жучки, например, на лидера табуна. И просто наблюдаешь. До этого ты не имел права даже иметь жучок. Но теперь ты можешь это сделать, только ты должен официально предупредить об этом власти. Мол, так и так, используя средства наблюдения с целью наблюдать за стадом коров. Тебе, конечно, скажут, молодец ты, но запретить тоже не смогут. Ну, в любом случае, главное, чтобы это не переросло в какую-то массовую такую истерию, чтобы никто не вмешивался в личную жизнь, потому что ее нарушать тоже не стоит. И всегда нужно учитывать, что не все, что кто-то может увидеть, люди хотели бы, чтобы попало в сеть. Потому что сейчас практически все с камер видеотелефона еще чего-то попадает в сеть. Но это все, конечно, здорово, а вот еще лучше там, где побывала Оля Литвиненко. Она открыла для себя новые возможности, новые грани и тоже снимала все это на камеру, только с помощью видеооператора. Но подробнее, я думаю, она захочет рассказать вам сама. Мыс Меганом. Его название переводится как «Общий дом». С этим местом связано большое количество местных легенд. Одна из них – о паруснике. Многие, особо впечатлительные туристы, посещая это место, говорят, что видят некий корабль-призрак, одиноко блуждающий по морской глади. Есть и миф о блеющем ягненке. В общем, список можно продолжать бесконечно. Здесь же у мыса Меганом находится когда-то легендарный речной теплоход «Князь Багратион». В 1994 году его сюда отбуксировали. Сейчас, как вы можете заметить, он находится в крайне тяжелом состоянии. Палубы заржавели, а каюты прогнили. Князь Багратион вошел в первую отечественную крупную серию российских пассажирских теплоходов. В советское время его переименовали в «Товарища Маркина». В 72 года ходил по «Волге». Потом его списали и отбуксировали из Астрахани в Феодосии. И уже позже на мыс Меганом. Мыс привлекателен для ценителей активных видов отдыха. Здесь и дайверы, рыбаки, а также любители мотокросса. Если увлечься дайвингом, в чистейшей воде можно увидеть кладбище якорей, искусственный риф и даже подводную лифтовую шахту. В районе Нового Света, где находится бухта Зеленая, разбойничая бухта, там прекрасные места для погружения, для исторического дайвинга. Там две галеры затонули, 9-11 век. Холмистая местность идеально подходит для виражей на горном байке. В Челябинске тоже нравился активный вид отдыха. А здесь привлекает красота, которая здесь происходит. Это, естественно, климат, это очень много тепла в году. И днем тепло, и всегда тепло. Потому что в Челябинске этого очень сильно не хватает. Плюс есть куда съездить, есть что посмотреть, есть что сделать. Десятки палаток, есть даже трейлеры. И неудивительно, ведь это отличная возможность наслаждаться закатами и рассветами, дышать морским бризом, принимать солнечные ванны. Я считаю, что это более семейные, но отдыхи более открытые и настоящие. Потому что, когда мы живем в гостиницах, либо в каких-то комнатах, то мы редко друг друга видим. А здесь, если мы собираемся с друзьями, приезжаем к друзьям, то мы как-то ближе, что ли. По соседству с Диким расположен обустроенный пляж. Удобный спуск в воду, мелкий песок под ногами. А благодаря тому, что бухту окружают небольшие скалы, здесь нет ветра. Мы здесь три дня находимся. Плюсы одни из все самые хорошие. Море теплое. Мы приехали из Москвы, нам тут очень хорошо, нам тут нравится. Почти нетронутая руками человека местность, дикая природа ежегодно привлекает тысячи туристов, которые возвращаются сюда вновь и вновь. Ольга Литвиненко, Сергей Козырь. Утро. Нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Получить солнечные ожоги можно не только на пляже По пути на работу, в общественном транспорте и на прогулке Летом от ультрафиолетовых лучей скрыться непросто Именно поэтому в сезон отпусков такие средства пользуются особым спросом Наносить крем на открытые участки кожи нужно за 20 минут до выхода на улицу За это время средство успеет впитаться, а значит обеспечит максимальную защиту Не хочется преждевременно постареть и покрыться веснушками и пигментными пятнами Поэтому пользуюсь под тон, наношу с утра Лицо получает наибольшее количество солнечного лучей, оно ничем не закрывается Для многих солнцезащитный крем уже давно стал обязательным атрибутом пляжного отдыха Читая инструкцию по применению и состав, одни обращают внимание на высокое содержание витаминов А другие на наличие таких вредных веществ, как бензофенон и авобензон Неудивительно, что и мнения о пользе продукта расходятся Слышала и читала, что большинство кремов солнцезащитных, они в том-то дело, что вредны Нужно постоянно им пользоваться, потому что полезно для кожи, чтобы не сгореть Современная косметология предлагает огромный выбор кремов и спреев Цены на них от 100 рублей до 5000 Если вам нужна только защита от солнечных лучей, можно обойтись недорогим средством Ведь разница в стоимости обусловлена дополнительными ингредиентами в составе Подскажите, на одном 45 для СПФ, а на втором 50? В чем разница? Удивительно, но как оказалось, такие вопросы консультантам в косметических магазинах люди задают редко Большинство уверены, цифры означают уровень и качество защиты крема И совершают очень распространенную ошибку Эта цифра означает то количество времени, которое вы находитесь под солнцем безопасно СПФ 50 будет защищать вас 2-3 часа То есть через 2-3 часа вам нужно будет обновить слой И также, конечно, СПФ 25, это примерно 40-час Крема могут воздействовать на кожу химическим и физическим путями Первые поглощают солнечные лучи, что повышает риск повреждений кожи на клеточном уровне Вторые создают экран, отражающий лучи Навредить здоровью могут и те, и другие Это не означает, что от защитных средств лучше вообще отказаться Пользоваться ими можно и даже нужно Главное знать, крем не стоит наносить слишком часто Делать это нужно тонким слоем А находиться на солнце безопаснее до 10 утра и после 16 часов Стефан Филатов, Андрей Псон, Утро нового дня Саш, какие пляжные виды спорта уже попробовал? А то мы все про морскую гладь, про морскую гладь, а ведь песок это тоже замечательно Мне кажется, пляжные виды спорта это не мое, поэтому я ничего подобного не пробовала Даже не подходило? Ну, потому что ты знаешь, песок, мне кажется, одно дело играть в волейбол, баскетбол, футбол Когда для этого есть определенная площадка, а другое дело, когда песок Это усложняет задачу, поэтому на песок нужно выходить более подготовленным Хотя бы, когда ты знаешь хоть какие-то азы Согласен, потому что я успел попробовать пляжный волейбол Ну, я скажу, получилось, конечно, хорошо, я вполне себе неплохо проиграл А потом я пробовал пляжный футбол И вообще получилось замечательно Правда, пинать мяч было не очень комфортно, потому что с песка... Ты вообще с треском проиграл, да? Нет, я не проиграл, я даже не смог стартануть Поэтому это была прекрасная попытка Сейчас объясню Дело в том, что с песка мяч сначала нужно приподнять слегка в воздух И только потом, чтобы он полетел без трения о песок И поэтому нужно научиться слегка вот жонглировать, знаешь, набивать мяч Ну, я этого, конечно, не умею Я же говорю, что одно дело, когда ты это делаешь в условиях обычного спортзала А другое дело, когда песок Туда на песок, мне кажется, уже должны выходить люди, которые знают, что они делают И каким образом нужно добиваться побед А у нас есть такой человек, Саша? Да, и между прочим, я сейчас к нему пойду и пообщаюсь У меня есть гостья, который может рассказать, как добиваться побед Конечно, потому что на песке, поверьте, можно заниматься вообще чем угодно Главное, обладать достаточными навыками, выносливостью Ну и, конечно, не бояться сгореть на солнце Саша сейчас все сама подробно расскажет Погода на самом деле сегодня действительно удивительная Но, тем не менее, не смущает Она абсолютно людей, которые хотят заняться пляжными видами спорта Я знаю, что скоро пляжным видом спорта займется и моя гостья Доброе утро! Светлана Кричевская сегодня у нас в гостях Светлана занимается регби Играет в Севастополь Я могу поправить? Я Татьяна Татьяна, да, прошу прощения Татьяна, скажите, пожалуйста Татьяна, как все-таки выходить на эту площадку, удобно, неудобно И чем игра в регби в обычных условиях отличается от игры на песке? Начнем с того, что у нас не регби Хотя со стороны можно подумать, что да, мы играем в регби Но на самом деле мы играем во флаг футбол Это бесконтактная версия американского футбола То есть вместо привычных захватов, как в американском футболе У нас висят по бокам ленточки И задача защитника сорвать ленточку с нападающего игрока На пляже, да, очень непривычно играть Потому что мы тренируемся на футбольном поле К сожалению, у нас нет в Севастополе специального поля Чтобы играть в американский футбол Но приходится на таком Мы уже тут третий год, нам очень нравится И вот на первый год мы очень серьезно к этому подошли У нас в Севастополе есть поле для пляжного волейбола И мы там тренировались играть на песке Конечно же, скорость совершенно не та Ну вот, как получается, так получается Сиденька, скажите, а вот очень часто Регбисты, я просто тоже знакома с несколькими Обижаются, когда регби сравнивают с американским футболом Да, есть такое Я не знаю, это, наверное, где-то уже заложено Потому что, ну, люди, да, они не разбираются Со стороны им кажется, что регби американский футбол Это одно и то же Ну вот, когда наш вид спорта называют регби Да, как-то неприятно И иногда резко реагируем даже Давайте объясним, чем регби отличается от американского футбола Это совершенно разные виды спорта Это все равно, что сравнивать баскетбол и волейбол То есть и там, и там присутствует мяч Но в регби он одной формы, в американском футболе он другой В регби он более такой сплющенный, да А в американском более остренькие края В американский футбол играют в защите, в амуниции В регби же без амуниции В американском футболе есть человек, он называется квадербэк Он кидает мяч игрокам на падение И он кидает один пас одному игроку Его задача занести тачдаун В регби же игроки могут между собой перекидываться мячом То есть, если в американском футболе конкретный человек должен кидать конкретному человеку мяч А если он другому кинет? Квадербэк на свое усмотрение выбирает Назначается формация И игроки бегут свои маршруты Он в зависимости от построения защиты Выбирает открытого игрока на падение И на него кидает мяч Но это может быть, да Это любой может быть игрок на падение А если квадербэка снесут? Тогда игра останавливается и начинается заново А, то есть, это человек, без которого играть просто невозможно? Нет, нет Интересно, ну, хорошо Почему вы приезжаете в Валеневку? Все-таки, при том, что мы тоже недавно обсуждали, что на пляже играть гораздо сложнее Но ведь вы же на это решаетесь? Скажите, почему? Ну, это новый опыт Очень интересно Другие ребята с интересом наблюдают за нашей игрой Просятся с нами поиграть Аналогично и мы там что-то черпаем для себя новое здесь Находим новые интересы, новых друзей, знакомых Вот какие приезжали тоже команды, которые составили грамотную конкуренцию? Ведь в любом случае всегда регулярно приезжают на полуостров игроки, да? Разные сборные Да Вот кого удалось в последнее время обыграть, а кому, увы, ну, проиграли? К сожалению, у нас очень поменялся состав за последнее время У нас много новых, менее опытных игроков Основной состав, вот у нас девочка уехала в Чехию, например Она там учится и играет за чешскую команду И поэтому, когда проходил наш последний турнир Это был отбор на чемпионат России К сожалению, мы проиграли команды из Донецка и из Краснодара Они посещали в этом году Севастополь А так обычно турниры проходят в Краснодаре Ну, или в Москву мы тоже ездим Есть крупный такой турнир, Фениксбол называется Там принимает участие 20 команд В прошлом году мы из 20 команд заняли четвертое место Вот буквально вчера вы играли девочки на мальчиках, да, если не ошибаюсь? Слушайте, но ведь изначально силы не равны Почему вы на это решились? Мы хотели сделать просто показательное выступление Чтобы люди видели, что у нас есть женская команда Команда юниоров и взрослая мужская команда Исключительно ради этой цели Сегодня, когда будете играть, уже как вмешаться будете? Как будете планировать? Уже заявили, показали себя вчера, все Вас увидели, что дальше будет? Как будете играть? Все-таки не будете уже делиться на женскую и мужскую? Тренер не оповещал нас Тренер вообще у нас очень непредсказуемый человек Возможно, все решится именно на поле А действительно, что тренеры в таких видах спорта Они особенно такие суровые? Нет, наш тренер очень замечательный человек Ко всем может найти подход Знаю, в других командах, да, встречаются разные тренера Которые кричат на своих игроков Ну, у нас все построено на взаимоуважении в команде Ну и вы как девочка, все-таки травмоопасный вид спорта Как справляетесь с этими синяками? Ну, как-то Получается, пацанкой хожу на работе Люди не понимают меня Когда я уже взрослый человек Прихожу с ссадинами На локте у меня последняя травма была На ноге Ну, что делать? Надо чем-то жертвовать То есть, вот эта травмоопасность, она не пугает? Нет, совершенно Это специфический вид спорта И да, не каждая девушка придет на него Но кто его выбирает, задерживается в команде надолго Потому что что он развивает? Вот что помогает этот вид спорта просто понять, прочувствовать? Вот ради чего? Я прихожу на тренировки ради драйва какого-то Я отдыхаю после рабочего дня таким образом Развивает выносливость, какую-то силу духа Ну, и при этом полный контакт, я так понимаю И можно как раз свои негативные эмоции Если кто-то избавляется от них в спортзалах Либо на беговой дорожке То вы приходите и вот так вот по-мужски Просто бежите вперед на противника вместе с мячом Да, ну это спортивная злость Никто не обижается ни в коем случае У нас иногда происходят даже контактные тренировки Бывало, что и в Краснодар ездили девочки играть Именно в американский футбол Во всей защите, в амуниции Ну, непередаваемые впечатления вообще Я хочу поблагодарить вас за беседу За то, что пришли И напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Кричевская Спасибо вам, Татьяна Спасибо вам Ну, а разные соревнования, в том числе и по регби Конечно, можно увидеть в интернете Сейчас мы их вам не покажем Это будет позже А вот то, что можно увидеть в интернете сейчас Прямо сейчас увидите Фантастическое соединение человеческого мозга и компьютера Теперь стало реальным Киберимпланты или так называемые нити Сканируют нейронную активность И передают ее на специальное устройство Расположенное за ухом Затем информация транслируется на компьютер В скором будущем такое приспособление Позволит парализованным людям Силой мысли набирать текстовые сообщения Ожидается, что открытие Значительно облегчит их коммуникацию с миром Дороги – известная проблема постсоветских стран И кто бы мог подумать, что помощь придет Со стороны восточной кухни Казахский супергерой с помощью лапши быстрого приготовления Починил дорожную выбоину Идея, конечно, оригинальная Но насколько долговечна такая пломба Покажет время В таможенке Краснодарского края задержали контрабандиста Он собрался вывезти двух леопардов и бенгальского тигра в Узбекистан Истощенные звери были напичканы транквилизаторами Для беспрепятственной транспортировки В данный момент животные находятся под присмотром ветеринаров местного зоопарка И их здоровью ничего не угрожает Рано утром очевидцы заметили альпиниста Который решил без страховки взобраться на самое высокое лондонское здание Своё восхождение он начал еще глубокой ночью К пяти утра преодолел две трети дистанции Приехавшие по вызову полицейские не стали мешать подъему экстремала на высотку Они просто дождались его на крыше В сеть попало оперативное видео волгоградских полицейских Сотрудники правопорядка уличили работников аэропорта в систематических кражах Недобросовестные грузчики похищали из багажа путешественников ювелирные украшения, деньги, дорогостоящую технику Теперь злоумышленникам предстоит ответить за содеянное по всей строгости закона Выброшенные пластиковые бутылки рыболовной сети снова вернутся в море Правда, теперь украшает тела красавиц Новый материал для купальников полностью изготовлен из пластиковых отходов Такой способ применения синтетического волокна придумала жительница Хима Кольга Колкова Уникальную ткань эко-нил изготавливают в Словении из отходов, выловленных в южных морях эко-дайверами Что ж, возможно, черноморский мусор однажды станет частью высокой моды Знаешь, немножечко усилился ветер, но, тем не менее, наше вещание не прерывается И я предлагаю продолжить тенденцию рассказывать о всем самом интересном из сети Только сейчас использовать для этого рассказа нашего мобильного корреспондента Салия Салямова с нами на связи, Саля, доброе утро еще раз Еще раз доброе Еще раз доброе утро, друзья Ну что ж, с помощью телепортации, можно сказать, я оказалась на одном из рынков Симферополя А дело в том, что вы знаете, Крым сейчас пользуется огромной популярностью у российских туристов И не только наших туристов К нам приезжает очень много людей В этом году ожидается до 7 миллионов человек Я думаю, что многие, конечно же, хотели бы обязательно попробовать крымские продукты А его сейчас очень много Вот вы можете увидеть на фоне меня все это, как мне сказали, здесь крымские фрукты Вы знаете, запах потрясающий, персики пахнут, ну просто обалденно Это правда, поверьте мне на слово Мне показывали здесь инжир, все это сказали тоже наше крымское привезенное салушты Ну вот, хотела бы вам немножко по ценам провести такую экскурсию Ну вот, персики 150 рублей за килограмм, да, стоят Это крымские персики? Да, крымские Тоже, вот, крымские персики стоят 150 Ну, ценовая категория разная, начиная от 150 и, наверное, 300 рублей самые дорогие персики Хотя нет, вы знаете, везде вот по 150 Арбузы вижу, есть и дынька Скажите, а арбузы тоже крымские с дыней? Я успею, не могу, а соседка спросить, а она продает его А сколько стоит арбуз, кто мне может сказать? Арбуз 35 рублей 35 рублей стоит за килограмм А дыня? Дыня 50 Дыня 50 рублей, откуда привезли? Раздольная Раздольная, вот, вы слышали все сами Так, ну а что касается помидоров Помидоры у нас стоят 120-150 рублей за килограмм Есть и ягоды, 200 рублей стоит малинка, черника стоит 500 рублей Ну, вот, опять мы видим на персики здесь Так, клубничка, есть и клубничка 450 рублей, это за килограмм или за лоток? За килограмм За килограмм, вот, 450 рублей Ну, помните, вы, наверное, помните мой выход в эфир, когда сезон клубники только начался Тогда она стоила 1000 рублей за килограмм, сейчас 450, почти в два раза дешевле Ну, вот, мы видим черешню, 380 рублей Так, сейчас попробую вам показать Очень, посмотрите, полюбуйтесь на эту красоту 380 рублей Ну, как мне сказали, все это наше Поэтому всем приятного аппетита Если кто-то сейчас завтракает или уже начал обедать На этом я заканчиваю свою экскурсию по рынку Симферополя А вам, друзья, передаю слово И я отправляюсь, в свою очередь, на следующую локацию Что же интересного Симферополь покажет, узнаем Ну, на самом деле, спасибо, Саря, да Но, на самом деле, хочется поделиться новостями из Оленевки В первую очередь, это то, насколько поменялась быстрая погода Из полного штиля мы сейчас уже можем слышать шум волн И он все усиливается, усиливается и усиливается Поднимается сильный ветер И вот, чувствуя, что скоро на этом берегу будут не просто загорать и отдыхать Приезжие спортсмены, либо просто музыканты А даже выйдут как раз-таки те, кто ждет этих волн ради водных видов спорта А я знаю, что... Да-да-да, говори-говори Ну, потому что ветер все сильнее и сильнее И чувствую я, что еще чуть-чуть-чуть, и нас может сдуть Знаешь, Саша, я тебе так скажу, а я кое-что слышу Вот помимо шума волн, ветра, такое, что-то похожее на плач Не знаешь, что это, нет? Нет Это плачет мой сапсерфинг сегодня Потому что я надеялся на штиль, но, как видите, ничего не выйдет Ну, ничего, значит, опять буду падать и биться волны Пробую себя во время винда И тебе нужно приехать будет в Оленевку на следующий фестиваль Экстрим Крым Хотя он продлится еще неделю То есть все желающие могут успеть Просто Артем, а что тут дела в Симферополе? Конечно, но, знаешь, посмотрим Меня еще ждут сырные скалы Кстати, тоже Как это? Не знаете, что такое сырные скалы? Прямо сейчас Татьяна Былыкина вам все в мельчайших подробностях расскажет и покажет На южном берегу Крыма, недалеко от Алушты, расположился курортный поселок Малореченское Тихое и уютное место, привлекающее туристов своей уединенностью Знают о нем немногие, поэтому на пляже людей мало Зато чисто, не зря этот берег напрямую связан с самым трепетным чувством Когда-то гавань, на которую выходит этот природный памятник, называлась Бухта любви Но со временем она получила новое имя Голубое, а романтическое название досталось в другой акватории Вид отсюда открывается потрясающий С одной стороны красуется Медведь-гора, а с другой – храм-маяк святителя Николая Чудотворца Храм, построенный в 2009 году на высоком обрыве над морем – одна из главных достопримечательностей Алушты В шаговой доступности от него находится уникальный скальный комплекс, охраняемый государством Официальное название этих скал – пузлу, что в переводе с тюркского языка, значит «солонка» Если смотреть на них на расстоянии, то можно вообразить, что они действительно похожи на этот предмет серверовки В 70-х это место стало съемочной площадкой для знаменитого советского фильма «Остров-сокровищ» Из-за необычной пористой поверхности у местных эти образования получили название сырны Везде они действительно похожи на головку хорошего сыра Кстати, чтобы передвигаться, по ним не нужно иметь какие-то особые аппетитские навыки Важно только крепко ухватываться за дыры в скале Вода в бухте голубая и кристально чистая А из-за того, что здесь достаточно глубоко, место облюбовали любители экстремального отдыха Приобщились к нему даже дети Они здесь бесстрашно прыгают в море с неприступных склонов С каждым годом все больше фотографий на фоне сырной скалы разлетаются по социальным сетям Некоторые туристы даже вносят подобный снимок в список обязательных дел во время путешествия на полуостров Наша съемочная группа здесь побывала впервые И впечатлившись видами не смогла устоять Уехать отсюда без фотокарточки на память невозможно Татьяна Балыкина, Алим Велиев, Утро Нового Дня Знаешь, теперь я вот думаю, что неплохо было бы иметь домик у моря Теперь я давно об этом думаю Интересно, что ты только сейчас захотел домик у моря Ну конечно, Саш, почему только сейчас рассказываю? Раньше же я как, приезжал, я почему такой злой был? Потому что у меня удобного кресла не было Я приезжал на море, сидел на песке, весь в песке Видом насладился, но потом идешь в машину, с тебя все трусится, знаешь? Потом моешь машину, потом стираешь вещи Потом просто плачешь уже с этими вещами А теперь сижу вот благодаря мебельному салону Favilla на удобных креслах Смотрю на море и думаю, да, еще бы сюда витражи, знаешь, еще бы сюда столик с коктейлями Ой, панорамные стекла, сейчас третий этаж Что еще человеку нужно? Что мы еще придумаем? Вот именно, что еще человеку нужно Но вообще я хочу сказать, что важнее всего, знаешь, в таком доме что? Погода Потому что все другое можно исправить с помощью зонта Как говорится в песне Да, я помню эту песню, наверное, это песня моего детства Но в любом случае о песнях будет позже А сейчас мы узнаем, какая будет сегодня погода на полуострове Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Трагичная и даже в чем-то ужасная новость, но счастливым концом В судаке спасателям пришлось просто проводить операцию по спасению жизни полуторагодовалого ребенка Из запертой квартиры, где случайно захлопнулась дверь с английским замком Но там была включена газовая плита Да, в любой момент малыш мог просто случайно потушить пламя Хотя нет, полуторагодовалая вряд ли до плиты дойдет, я думаю Дойдет, дойдет Как показывает практика, очень много нюансов с ними происходит И проблема, ну и возможность попасть в квартиру, они оказываются ограничены в результате Конечно, тем более, что пожар Даже если мы говорим про взрыв, а просто про пламя Это всегда очень опасно Поэтому даже в вашем транспорте необходимо, знаете что? Огнетушитель Штатное место для огнетушителя даже в современной машине большая редкость Поэтому водители вынуждены пристраивать его сами Держать под сиденьем или незакрепленной полкой себе дороже Под водительским сиденьем ничего не должно лежать При резком маневре огнетушитель может попасть под педали И тогда авария гарантирована Пока что ни в одном законе конкретное место для этого устройства не прописано А поэтому возникает проблема, куда же его пристроить? Может, крымские водители знают? Заглянем в их машины Где вы храните огнетушитель? Пожалуйста А что случилось? Я свидетель Ничего, просто интересно узнать А вот если бы что-то произошло Это сколько бы вы времени потратили, чтобы его достать? А сколько? Легким движением руки капот открывается и достается У меня есть сандалии, на всякий случай манная каша У меня есть масло У меня есть и такая штука Есть! А, да? Ну теперь вы знаете, что есть А у кого-то огнетушитель отсутствует вовсе Причин много, но последствия предсказуемо одинаковые В случае беды, что вы будете делать? Чем тушить? Тряпками? Будем махать, кричать и просить, чтобы кто-то остановился с огнетушителя Некоторым было непросто отыскать жизненно важный предмет в груди вещей Ну он там, просто он в самом конце Зачем тогда вообще нужен огнетушитель? Но мало его иметь За устройством надо еще и следить Не забывать менять Каждые 10 лет до периодически на стрелку манометра поглядывать Зеленый сектор о том говорит, что огнетушитель заправлен Находится в рабочем состоянии, в рабочее давление Красный цвет сигнализирует Баллон неисправен Его давления для тушения пожара не хватит Желтый говорит о неправильном хранении Теперь разберемся, чем же отличается порошковый огнетушитель от углекислотного Последний применяют, если воспламенилась электроника А порошковый при загоревшемся топливе Проверим их действия Огнетушители со своим делом справились А вы, в случае пожара, смотрите и запоминайте порядок действий Открываем слегка капот И начинаем обрабатывать через щель моторное пространство Обсмотрели, заглянули Огонь спал Начинаем обрабатывать машину полностью Во все места, где только можно На спасение машины у вас есть меньше 10 минут Поэтому и здесь важно не паниковать И точно знать, где находится ценное устройство Надежно закрепите огнетушитель под передними сидениями Или положите в багажник сбоку В специальную сумку И помните, речь идет о вашей жизни Салия Салямова, Алексей Староженко, Алексей Семенов Утро нового дня Чуть-чуть позже А сейчас, я так понимаю, что Артему есть с кем побеседовать На тему разных силовых столкновений, которые происходят здесь, на Экстриме Верно, верно Но ты знаешь, я даже так подумал, Саш Но ведь и здесь важна безопасность Поэтому, возможно, мой следующий гость Может рассказать мне и про безопасность Про технику защиты И, возможно, про то, как не пострадать во время столкновения Плечом к плечу или даже грудь к грудью с противником Ну, ты уточни А и мне пока кажется, что все-таки Есть вероятность, что Ну, про технику нападения Я тебе больше расскажу Возможно, про технику нападения Пойду, спрошу, не скучай Ну, а пока Артем отправился к гостю Я напомню, что мы находимся на побережье морском И что, когда вы выбираетесь на морские побережья Помните, что нужно соблюдать Быть максимально ответственными, безопасными Следить за своими детьми И соблюдать безопасность на воде Ну, а наверху меня ждет Денис Русин Участник мужской команды Севастопольских титанов Сейчас узнаем, как правильно нападать И возможность защищаться Доброе утро Доброе Традиционный вопрос Как утро проходит на фестивале? Хорошо Бодро? Да Тренировки уже были? Были Ну и как? На песке, наверное, немножко посложнее все-таки, да? Да Насколько я знаю, если научишься бегать на песке То потом вообще будет совершенно легко бежать по траве, по полю Возможно Но я и так нормально бегаю, так что И так, да? Хорошо Хорошо Начнем с вопроса, интересующего всех телезрителей В принципе Принципиальное отличие между американским футболом и регби Это ведь действительно два разных вида спорта, да? Да Как вас не путать? Ну, во-первых, в американском футболе есть экипировка, шлема, каркасы И там совсем другие правила В регби все бегут вперед и передают пас назад В американском футболе передает пас один игрок И игрокам, которые бегут вперед То есть там очень много разных правил Ну и насколько я понимаю, у вас все немножко пожестче, правильно? Ну да То есть более контактный вид спорта, более агрессивный? Да Вот об этом и поговорим Вообще, насколько это травмоопасно? Как выдерживать столкновение и страшно ли в принципе? Ну при столкновении в начале игры страшно весьма То есть когда уже получишь удар, уже привыкаешь То есть, ну... Пока стартуешь, пока тебя еще ни разу, скажем так, не припечатали, да? Немножко переживаешь Но потом уже вырабатывается адреналин И спокойно себе идешь дальше Хорошо Ну а вот вообще, нести... Это называется мяч у вас, да, все еще? Да, мяч Просто похоже больше на... Я даже не знаю, на что это похоже, если честно Да, мяч Нести мяч, наверное, самое ответственное, самое страшное Потому что именно этот человек получает больше всего агрессии стороны противника Да Мяч надо... Мяч можно вывалить И он могут подобрать враги То есть его надо держать крепко И в крайнем случае выйти в аут А, то есть лучше унести мяч с поля, чем отдать его врагам Да А, это хитрость или это вот прям официальное правило такое? Ну, можно сказать и правило, и хитрость То есть прием скорее какой-то, да? Хорошо, уже были, как я понимаю, какие-то соревнования, самые сложные победы? Давались? Мы играли против Новороссийска, Симферополя Сложнее всего было против Новороссийска Подготовленная сильная команда, да? Да Ну, скажите, весовая категория участников должна быть приблизительно одинаковая? Чтобы один просто не снес сразу всю остальную команду? Ну, нет Квотербэк, он должен быть средней массы, линейный Они должны быть тяжелые 100 килограмм и более Бегущий, принимающий, тоже так средненько Какую роль выполняет квотербэк? Он пасует Пасует, то есть ему отдают мяч назад Он хватает его и выкидывает вперед нападающим, да? Или как-то там Вы занимаете роль, соответственно, квотербэка? Да Ну, получается немножко побезопаснее все-таки, чем у нападающего, да? Можно... Ну, да, скорее всего Да, но мечом еще нужно попасть в правильную точку Это, пожалуй, большая ответственность Скорее всего, другие игроки ругаются, если мяч был отдан и не туда Да Частая проблема? Весьма частая Частая Кидать мяч нужно как-то по-особенному Насколько я знаю, ногой выбить нельзя, да? Только в случае штрафного или чего-то подобного Ногой можно бить при четвертой попытке Когда надо просто отдать мяч сопернику Чтобы он был как можно дальше оттачи дауна При филдголе это дополнительные очки И при начальном ударе Так только бросок, только рука Да Возможность какая-то правильная техника Потому что прям тяжелый Можно даже плечо вывихнуть, если неправильно кидать Не, мяч он легкий Но плечо вывихнуть можно Там нужно положить пальцы на шнуровку И при броске закручивать его Закручивать, чтобы он летел дальше? Спиралью Ну а для чего это делать, с какой целью? Против сопротивления ветра уменьшилось Чтобы он летел дальше и, как я понимаю, более устойчивый во время полета Интересно Так, ну раз уже поговорили про вывихнутое плечо Какие травмы случалось получить? Вывихнутое плечо Было, просто после броска, да? Тренер, наверное, может сразу его вкруснуть обратно вставить Не знаю, до такого не доходило То есть, в принципе, оно потом само заживало, нормально все было Да Переломы, что-то подобное случаются, потому что звучит, если честно, прям супер опасно все это Лично у меня не было Нет, да? А пробовали ли подобные, но не контактные виды игры? То есть, насколько я знаю, есть флаговый, да? Да Футбол и так далее Пробовал Попроще, поинтереснее, либо все-таки не хватает вот этого адреналина Ну а флаги так более лайтовые, то есть, более спокойно можно потренироваться В американском более все сложнее, надо сконцентрироваться на игре Конечно, ну и я думаю, что ощущение поострее Ну да Адреналина вырабатывается много, наверное, после игры Целый день заряженный, взбудораженный такой Да Вызывает вообще зависимость вот эти игры Это ощущение небольшого риска, возможно, командного духа Ну То есть, хочется вот прям продолжать тренировки, приходить играть Да, хочется Конечно, да? То есть, это уже, можно сказать, образ жизни в какой-то мере Да, да, да Подготовка, как я понимаю, общая, физическая То есть, это помогает, наверное, и в быту, и в каких-то обычных вопросах Это скорость, это сила, выносливость, да, в какой-то мере? Это помогает То есть, вы занимаетесь не просто игрой, но вы еще и тренируетесь как-то по-специальному Да Там дриллы на ноги, отжимания Это регулярно, это обязательно, да, для всех игроков? Да Хорошо, а по поводу, возможно, специальной диеты по набору или сброса веса Вы же должны держать его правильно? Да То есть, каждый питается как-то по-своему, подбирает? Ну, лично у нас диеты нет, у нас более спокойная команда То есть, слишком сильно всех не заставляет питаться правильно Спокойная команда это в каком смысле? Ну, в плане развития там, качалок и всякое такое Понял, то есть, пока еще нет такой жесткой конкуренции, чтобы так сильно стараться Ну да Насколько я понимаю, в Симферополе есть команда Тавры, да, или что такое? Они были вашими соперниками Как вообще с другими крымчанами было играть? Как по подготовке вас устраивает качество соревнований? Было ли интересно, напряженно? Было им весьма интересно, так как мы ехали юноши и взрослые, играли против взрослых, только взрослых И мы их выиграли с большим матерем, там 34-16 вроде То есть, вы молодые парни играли против взрослых мужчин? Да Но ведь взрослый мужчина может достаточно легко снести молодого парня, мне кажется Да, но... Такое случилось? Да, не раз Особенно бегущего его очень сильно сносили Как локомотив, да? Да Ну и травм не было в последствии, все пошлось хорошо, спокойно Так, ну это интересно, вообще, рекомендуете ли этот спорт для общего спортивного развития Или это все-таки что-то узкое, специальное, что должно быть исключительно вот твое И лучше просто проходить по отжимации, если не хочешь получить травму? Ну да, скорее всего, лучше, чем заняться чем-то спокойным, если не хочешь сильно убиваться Но если хочется прям экстрима, адреналина, то лучше приходить Это прям такой вот вариант По поводу экстрима, кроме футбола, что здесь пробовали, становились ли уже на доске? Нет, ничего Хотите попробовать? Идея есть? Не говорю желания Нет, да, вода не ваша, больше поля, больше трава, да? Да, да, да Песок Ну что же, да, похоже на то Правда, мне вот почему я спрашиваю, было интересно, насколько эта общая физическая подготовка помогает в других видах спорта Потому что выглядите действительно универсальными бойцами, которые могут и сдачу дать, и пробежать, и что-то куда-то далеко кинуть Но, в целом, да, большое вам спасибо Я напоминаю, что у нас был Денис Русин, игрок мужской команды Севастопольских Титанов Так что не буду его сильно задерживать, потому что еще проведет какое-нибудь нападение Не знаю, какой-нибудь особый прием, проход в ноги или как у вас есть Я не знаю, поэтому тут же, прямо сейчас, отправляю вас смотреть самые актуальные события из социальных сетей А сам иду обратно к Саше Природа Крыма не перестает удивлять После затяжных дождей в новом свете образовался водопад Проблемы, вызванные стекающие со склоном водой, активно обсуждают местные жители Скептически настроены не все Есть и те, кто считают поток еще одним чудом природы полуострова Тропинка, ведущая к автобусной остановке, превратилась в полосу препятствий для ялтинцев Вдоль импровизированной дорожки лежат горы мусора Вдобавок, недобросовестные граждане украли все окружающие фонари Жалуются местные жители Из-за чего начался дорожный конфликт, неизвестно Водитель фуры до последнего держал себя в руках и не подавался на провокации В конце концов, нервы не выдержали Водитель троллейбуса не хотел везти мужчину с собакой без поводка и намордника Отказа рассердил пассажира, спор затянулся Неизвестно, сколько бы еще транспорт стоял на месте, если бы не вмешательство третьего персонажа Он все-таки смог убедить скандалиста покинуть салон В скором времени набережная Алушта преобразится Проект ремонта главного променада уже опубликован на сайте городской администрации Реконструкция разработана с учетом исторического прошлого города Главной достопримечательностью курорта станет золотой грифон, глядящий на море с высокой колонны Делать добро несложно Для того, чтобы стать настоящим героем, порой и вовсе нужно всего лишь не пройти мимо Из-за оживленного автомобильного движения бабушка долго не решалась перейти дорогу Заметивший это парень пришел на помощь Пользователи соцсети дружно одобрили поступок Знаешь, опасная все-таки эта игра, американский футбол Мне кажется, что можно там хорошенько доиграться и вот что-нибудь поломать Но, с другой стороны, весь этот адреналин, экстрим в какой-то мере могу понять Потому что сам совсем недавно стал официальным экстрим-спортсменом Я считаю, что это все официально, уже все закончено Мне кажется, это твоя лучшая командировка Да, это моя единственная командировка, если скажу честно в жизни Значит, она обязана быть лучшей Да, 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 но я скажу, что действительно Мы экстрим-спортсмены профессиональной лиги, друг друга понимаем И порой, вот знаешь, иногда, конечно, цель оправдывает средства Даже если средства, знаешь, порой травмоопасны для тебя самого Главное, друзья, других не травмировать И если уж вы решили встать, напустим, на доску То лучше на других людей не наплывать, прыгнуть самому Да, еще ты говоришь, что травмоопасно Знаю, по какой причине ребята занимаются все-таки таким травмоопасным видом спорта Как американский футбол Не менее травмоопасным, чем регби, я считаю Потому что им как раз-таки нужна эта контактность Потому что одно дело, когда игра в футбол Когда ребята просто передают на расстоянии друг другу мяч А другое, когда им нужно непосредственно вот такое вот близкое столкновение Я общалась со спортсменами с этих видов спорта И они говорят, что без этого Они вот так вот выплескивают всю свою усталость, всю негативную эмоцию Плюс это отличная физподготовка Потому что все они, ребята, поджары и потянутые В любом случае, нет, там есть Когда нужно побольше весить, массу набирать Но это определенные тоже типы людей, которые стоят на определенных позициях Да, знаешь, звучит интересно Можно будет даже после эфира попробовать Как раз песок мягко всей командой Мы против операторов или что-нибудь подобное Но ты знаешь, ты сейчас рассказывала, я думаю Так вот именно за этим же, из-за контактности Наши мобильные корреспонденты и выезжают в центр города каждое утро Чтобы просто провести трансляцию прямиком оттуда Кстати, как прямо сейчас делает Саля Здравствуйте Добрый день, друзья Ну что ж, я продолжаю свое обещание Сейчас нахожусь в машине Мы уже направляемся на нашу телебазу И хотела бы рассказать о ситуации на дороге Проезжаем мы улицу Киевскую Здесь, в принципе, движение не затруднено Пробок могу констатировать нет Именно на этом участке А вот что касается кольца, которые находятся возле Куйбышевского рынка Там нам пришлось постоять некоторое время Но также, как показывает Яндекс.Карта Сейчас хуже всего обстановка возле Свободы И там, к сожалению, большое скопление машин Поэтому планируйте то, как вы будете двигаться по городу Как вы будете ехать на работу Или, возможно, по каким-то своим другим делам Ну, а также мне хотелось сказать вам о погоде Вы знаете, погода просто потрясающая Потрясающе! Очень солнечно, очень тепло Сегодня обещают до 30 градусов на улицах Симферополя В Ялте еще теплее Там плюс 32, но такая же обстановка будет И в Севастополе, что не может не радовать Также не ожидается никаких осадков Поэтому зонтики можете спрятать далеко в тумбочку Или где-нибудь в шкафу Ну, и хотела бы сказать, что примерно такая же погода А может даже и теплее будет на выходных Поэтому всем советуем, конечно же, отправляться куда-нибудь за город Поближе к морю, а еще лучше отправляться на фестиваль Экстрим Крым, который проходит сейчас именно там Я думаю, что много интересного вы можете для себя подчеркнуть Это доказывают наши вы, наши ведущие Но о том, как там хорошо, можно также увидеть В прямом эфире наших телеканалов В общем, всем рекомендуем ехать на море Заниматься спортом, ну и, конечно же, любить эту жизнь Коллеги, на этом все, прощаюсь с вами Это мой финальный выход сегодня Вам желаю хорошего настроения Всем пока и хорошего дня Раз уж говорим про опасные виды спорта Саша, признавайся Есть ли у тебя шрамы? От опасных видов спорта нет Единственное, что один раз я висела на брусьях Упала, разбила висок Ну и больше, по сути, все остальное это мелкие Так, споткнулась, на штырь наборолась, на гвоздь наступила Так, 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 ну а мужчину шрамы красят? Я считаю, что они его не уродуют А вот у меня, кстати, этих шрамов полно Но совсем скоро ученые из МГУ могут справиться с этой проблемой Дело в том, что прямо сейчас ведется разработка лекарства от фиброза То есть рубцевание ткани после сильного повреждения И представляешь, совсем скоро, возможно, уже не нужно будет говорить, что шрамы кого-то красят Потому что всякий, кто хочет их оставить, может А всякий, кто хочет их убрать, сможет их убрать Достаточно будет применить данное лекарственное средство Более того, было обнаружено во время исследования Был обнаружен ряд интересных закономерностей Связанных с ростом клеток тела, с развитием ткани И, возможно, разработка этого лекарства приведет к более серьезным и более масштабным исследованиям в будущем Ну, главное, чтобы это была недорогостоящая процедура Чтобы это было доступно, чтобы люди могли себе позволить Если, допустим, после ожогов очень страшные шрамы, они очень сильные И я знаю, что вот такие шрамы на теле оставлять мало кто хочет И если уже человек хотел бы его вывести, чтобы у него была такая возможность Но знаешь, Саш, это, хочу сказать, шрамы физические Которые находятся на коже и, в принципе, возможно, действительно могут даже добавлять некой харизмы Но есть еще и, знаешь, как дверной косяк, в который ты вбил гвоздь И ты его можешь достать, но ведь дырочка останется Есть еще шрамы на сердце, шрамы духовные Когда что-то пошло не так И ты сидишь, и, знаешь, как говорят, прямо сердце щимит И, конечно, это лекарство от этого не поможет Но зато я знаю, что поможет И у нас, окромчан, этого очень много Догадалась, про что я говорю? Про красоту, наверное Я говорю про красоту, потому что нет большего удовольствия, чем созерцание настоящей неистовой красоты дикой природы Именно поэтому прямо сейчас мы покажем вам сюжет про мыс Меганом Мыс Меганом, его название переводится как общий дом С этим местом связано большое количество местных легенд Одна из них о паруснике Многие, особо впечатлительные туристы, посещая это место, говорят Что видят некий корабль-призрак, одиноко блуждающий по морской глади Есть и миф о блеющем ягненке В общем, список можно продолжать бесконечно Здесь же у мыса Меганом находится когда-то легендарный речной теплоход «Князь Багратион» В 1994 году его сюда отбуксировали Сейчас, как вы можете заметить, он находится в крайне тяжелом состоянии Палубы заржавели, а каюты прогнили Князь Багратион вошел в первую отечественную крупную серию российских пассажирских теплоходов В советское время его переименовали в товарища Маркина В 72 года ходил по Волге, потом его списали и отбуксировали из Астрахани в Феодосии И уже позже на мыс Меганом Мыс привлекателен для ценителей активных видов отдыха Здесь и дайверы, рыбаки, а также любители мотокросса Если увлечься дайвингом в чистейшей воде, можно увидеть кладбище якорей, искусственный риф и даже подводную лифтовую шахту В районе Нового Света, где находится бухта Зеленая, разбойничая бухта Там прекрасные места для погружения, для исторического дайвинга Там две галеры затонули, 9-11 век Холмистая местность идеально подходит для виражей на горном байке В Челябинске тоже нравился активный вид отдыха А здесь привлекает красота, которая здесь происходит Это, естественно, климат, очень много тепла в году И днем тепло, и всегда тепло В Челябинске это очень сильно не хватает Плюс есть куда съездить, есть что посмотреть, есть что сделать Десятки палаток, есть даже трейлеры И неудивительно, ведь это отличная возможность наслаждаться закатами и рассветами Дышать морским бризом, принимать солнечные ванны Я считаю, что это более семейное, более открытое и настоящее Потому что, когда мы живем в гостиницах, либо в каких-то комнатах То мы редко друг друга видим А здесь, если мы собираемся с друзьями, приезжаем к друзьями, то мы как-то ближе, что ли По соседству с Диким расположен обустроенный пляж Удобный спуск в воду, мелкий песок под ногами А благодаря тому, что бухту окружают небольшие скалы, здесь нет ветра Мы здесь три дня находимся Плюсы они все самые хорошие Море теплое Мы приехали из Москвы, нам тут очень хорошо Нам тут нравится Почти нетронутая руками человека местность Дикая природа ежегодно привлекает тысячи туристов Которые возвращаются сюда вновь и вновь Ольга Литвиненко, Сергей Козырь, утро нового дня Ну и сейчас, как вы уже можете видеть, здесь уже полон пляж людей Уже вынесли специальное оборудование для того, чтобы люди катались на воде Здесь и каяки, здесь и серфы И еще какие-то приспособления, которые я вообще впервые раз вижу в жизни Даже какие-то треугольники огромные есть Ну это просто что-то невероятное Пляж очень быстро оживает Да, действительно Но, Саш, у меня тогда для тебя есть просто один вопрос Действительно, не могу понять Смотри Пятница, 11 утра Море, песок, пляж Люди вокруг Какие-то надувные треугольники Мы чего еще сидим вообще? Может быть, пойдем? Пора идти Пора идти, потому что эфир подошел к концу Мы с вами прощаемся Александр Карнович, Артем Андроновский Спасибо и до новых встреч! Хорошего дня и пока! Хороших выходных! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!